Коллеги, добрый день. Пожалуйста, подскажите мне, слышно ли меня, всё ли в порядке? Да, вот огонёчки пошли, всё нормально. Благодарю вас. Давайте тогда будем начинать. Сегодня у нас тема по названию. Кажется, что она прям совсем для начинающих, для тех, кто ещё, может быть, даже задумывается, надо ему писать диссертацию или нет. На самом деле мы рассмотрим те шаги, которые некоторые делают не в начале, некоторые делают в середине своего пути, и поэтому понять, как их сделать правильно, тоже будет полезно. Что сегодня хотелось бы нам рассмотреть на вебинаре? Во-первых, вот эти пять шагов, собственно говоря, которые нам нужно пройти для того, чтобы ваше начало было наиболее успешным и верным. Да, они представлены на слайде, мы сегодня их рассмотрим. Мы посмотрим, как выбирать тему диссертации, даже если у вас есть тема, как её можно подкорректировать, да, если есть такая необходимость. Второй момент. Мы рассмотрим с вами, где можно писать диссертацию, насколько возможен самостоятельный путь или аспирантура с докторантурой, какие здесь есть нюансы, и они сейчас чётко прописаны. Здесь у нас остаётся меньше свободы на этом шаге. Кроме того, мы поговорим о научном руководителе. Если он у вас есть, прекрасно, вы поймёте, как с ним взаимодействовать. Если его нет, то как его найти, потому что не у всех научный руководитель есть в самом начале пути, не каждый озадачивается вопросом поиска в начале пути, да, поэтому некоторые считают, что они сами могут это всё преодолеть. И разберёмся сегодня. Безусловно, очень важный шаг – это определение диссертационного совета. Для кого-то удивителен этот шаг в перечне шагов в самом начале пути. Я объясню, почему это здорово бы сделать в начале пути. Ну и, естественно, буквально, хотя бы точечно, да, проговорим о том, что же это за путь соискателя. И, собственно говоря, любой учёной степени, будь то кандидата или доктора наук, и, соответственно, что здесь у нас в приоритете, на какие виды деятельности нужно обратить внимание для того, чтобы весь остальной процесс подготовки к диссертации, он состоялся и был успешным. Давайте начнём с темы и замысла, да, потому что прежде чем мы начинаем работать с текстом, искать литературу и так далее, нам нужно сначала сориентироваться с тем, что, собственно говоря, мы будем исследовать и как нам это нужно сделать, здесь, конечно, есть нюансы. Во-первых, во-первых, когда вы начинаете выбирать тему, неважно, вы в аспирантуре, докторантуре или вы самостоятельно собираетесь идти хотя бы какую-то часть этого пути, в любом случае мы начинаем с темы. И очень часто мы начинаем с темы, пытаемся найти тему, так скажем, та, которая хайповая сейчас, да, если вот так вот, может быть, с использованием сленга сказать, да, то есть тема, которая прям, вау, какая горячая, востребована, и нам хочется вот эту тему взять. На самом деле я бы рекомендовала начинать не с этого момента, а с того, чтобы посмотреть на себя и на свои какие-то уже имеющиеся знания, навыки, умения с точки зрения вообще того, той области исследования, в которую вы хотите шагнуть. Почему именно так? Потому что диссертация – это работа длящаяся, это проект, который займет у вас пару-тройку лет, и поэтому, естественно, заниматься тем, что вам лично неинтересно, будет достаточно сложно. Кроме того, если у вас нет наработок по той теме, которую вы берете, и вы ее начинаете осваивать с нуля, вы тоже в каком-то смысле, с одной стороны, это, наверное, интересно, с другой стороны, это, конечно, ситуация, при которой сложнее будет двигаться, особенно в начале, потому что сначала эту тему нужно будет освоить. Ну и, естественно, очень хорошо, когда мы вспоминаем, что неплохо было бы писать диссертационную работу не просто для того, чтобы получить диплом, степень и так далее, да, расширить свои какие-то карьерные возможности, но и для того, чтобы это потом применять. Если ваша работа будет носить прикладной характер не только для других людей, но и для вас, что вы сможете разобраться в той теме, которая действительно вам в профессиональной деятельности нужна, это будет вообще здорово. Поэтому начинаем все-таки с себя, потому что вы будете идти этот путь, и важно, чтобы он вас тоже цеплял. Тогда и то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, кто был на встрече, мы говорили по поводу того, как все-таки дописать диссертацию, не бросить этот путь, да, нам нужна мотивация, в том числе и самомотивация. И вот если вы поиск темы будете начинать с себя, у вас с мотивацией будет меньше проблем, чем когда эта тема, которая просто вам дана. Если вы только начинающий исследователь, что называется вчерашний студент, или, неважно, вы, может быть, обучение закончили давно, но вот именно научными исследованиями вы начинаете заниматься только-только, то очень часто соискатели ученой степени предпочитают обратиться к научному руководителю за темой. То есть прямо приходят и спрашивают, а какую бы мне взять тему, вы рекомендовали, да? Этот путь возможный, но я не могу сказать, что он хороший, там, тем более идеальный и так далее. Почему? Потому что некоторые темы, которые вам предложит научный руководитель, они могут быть для вас очень сложны или вообще сначала вами не поняты, и поэтому потом вникать в эту тему будет достаточно сложно. Если, то есть, вот основные проблемы с поиском темы бывают именно у тех, кто либо только начинает путь, либо если человек практик, и тоже он в начале пути, но научного, хотя на самом деле уже прошел огромный практический путь. Что здесь, как мы здесь можем поступить? Здесь проще, потому что если вы собираетесь писать диссертацию по той же специальности, по той же области знаний, в которой вы ведете свою практическую деятельность, то это просто прекрасно, потому что вы можете в своей деятельности обозначить те проблемы, с которыми вы реально сталкиваетесь, которые существуют, и вы их либо преодолеваете в реальной жизни, либо вы хотели бы понять, как их преодолевать, как решить эти задачи и проблемы, и поэтому на основе вот этой темы можно сформулировать тему для научного исследования. Считайте, она сразу будет обладать у вас практической значимостью, поскольку эту тему вы взяли из практической деятельности. Поэтому, когда практики приходят заниматься научными исследованиями и несколько теряются, не нужно теряться, нужно наоборот превратить это в свой плюс. Самый лучший вариант, конечно, когда вы не просто самостоятельно принимаете это решение, а когда вы выбираете тему совместно со своим научным руководителем. Как говорит, одна голова хорошо, две лучше. Поэтому лучше, конечно, что сделать? Воспользоваться тем алгоритмом поиска темы, который мы сегодня разберем с вами. То есть набрать идеи, зафиксировать эти идеи и с идеями прийти к научному руководителю. То есть вообще к научному руководителю всегда стоит приходить с идеями. Даже если вы хотите получить совет или вы хотите задать какой-то вопрос, всегда сначала попытайтесь решить этот вопрос самостоятельно, когда уже вот у вас будет понимание, что я это, это, это делал, и все равно пока не могу, тогда мы идем к научному руководителю. Вот точно так же с темой. Сначала мы ее пытаемся найти, и потом обращаемся к научному руководителю для того, чтобы понять, какая тема для вас будет наиболее перспективной, наиболее удачной, и, соответственно, получить некий верный вектор для ее развития. С чего начинается выбор темы? Во-первых, самое главное, с чего начинается, понятно, что ваши желания, это все прекрасно, ваши знания, это все прекрасно, но мы с вами не просто научные исследования готовим, проводим, мы с вами пишем диссертацию. В диссертации большое количество требований, и одно из требований состоит в том, что диссертационная работа пишется по определенной специальности. То есть вы не просто, например, как я, я не просто доктор экономических наук, я доктор наук по определенной специальности. У меня эта специальность зафиксирована на титуле диссертации и так далее, в документах. Поэтому прежде чем фантазировать на тему, нам нужно понять вот эту вот область исследовательскую, внутри которой у меня должно разместиться мое научное исследование, чтобы по определенному шифру, то есть по определенной специальности мне присудили ученую степень. Вот это очень важно понимать, и многие даже исследователи, которые уже давно работают, но не писали раньше диссертации, они об этом забывают. Что такое паспорт и как он выглядит? Значит, мы с вами в этом учебном году встречались на самом первом нашем вебинаре. Кто его не смотрел, запись его есть уже на YouTube-канале Директ Академии. Пожалуйста, его посмотрите. Он очень-очень важный. Мы там говорили о том, что сейчас происходит, какие требования происходят, какие, прошу прощения, изменения в требованиях происходят. И мы с вами говорили о том, что принята новая номенклатура специальности. Это означает, что у нас поменяются шифры. Так, друзья, сейчас я возьму указочку. Видна, да, мышка, стрелочка? Огоньки подайте мне, пожалуйста. Я вижу ее. Да, все поняла, благодарю. Вот смотрите, я вам привожу в качестве примера паспорт новый и паспорт старый. То есть мало того, что номенклатура утверждена, уже есть проекты паспортов научных специальностей. Если они вам нужны, если вы не знаете, где взять эти паспорта, на слайдах на всех есть моя электронная почта, или можете меня найти на Facebook, написать мне в личном сообщении, я вам ссылочку брошу, да, потому что там такая ссылка не очень понятная, там огромное количество этих паспортов вы там найдете. Значит, что касается шифров специальностей. Вот он шифр, и он теперь поменялся, он теперь имеет вот такой вид, и вот это весь паспорт этой специальности. То есть что включает в себя паспорт? Мы видим область наук, да, мы видим, по какой отрасли наук будет защита, и мы видим новый шифр и направление. То есть если вы хотите вот по этой специальности получить ученую степень, вы должны выбрать какое-то вот из этих направлений, то есть внутри этих направлений найти свою исследовательскую тему. Смотрите, чем отличается этот паспорт от предыдущего. Вот эта старая версия паспорта, то же самое, та же самая специальность, но другой шифр у этой специальности. И сейчас это называется направление исследования, раньше это называлось области исследований, но вы видите, что здесь немножечко все по-другому. Более того, в старых паспортах есть такой раздел, который называется формула специальности, и он как бы растолковывает, какие особенности у работы должны быть, чтобы она попала в эту специальность. К сожалению, я сейчас на один шаг вернусь на старый слайд, сейчас пока, по крайней мере, в проектах вот этого раздела нет. И поэтому, может быть, кому-то что-то будет не очень понятно в новых паспортах специальности. Поэтому что мы делаем с вами? Мы с вами смотрим пока, по крайней мере, пока номенклатура еще утверждена, но не утверждены сами паспорта, они будут утверждены, как я говорила, в первую нашу встречу по регламенту, по крайней мере, как ВАГ принял решение до декабря, до конца декабря этого года. Мы можем с вами смотреть и на тот, и на другой паспорт, для того, чтобы нам было проще соориентироваться и понять, какие темы мне подходят, какие нет. Второе. Обязательно рекомендую вам сделать мониторинг работ, которые уже защищены или которые будут защищаться в ближайшее время, то есть которые вы спокойно можете посмотреть на сайте ВАГ. Сайт ВАГ не очень интуитивно понятен по структуре, поэтому я вам сейчас пошагово прям покажу, как это сделать, особенно если вы туда не заходили и не знаете, как он устроен. Значит, когда вы заходите на сайт ВАГ, у вас появляется вот такая страница, главный экран, и нам нужно вот это горизонтальное меню нас интересует, и в этом меню центральная вкладка «Объявление о защитах». Кликаем по этой вкладке и попадаем вот на такой экран. Что мы на этом экране с вами делаем? Для того, чтобы посмотреть работы, которые по вашей специальности защищены или защищаться будут, по умолчанию здесь стоит время предстоящих защит, то есть в ближайший месяц, я сегодня сделала этот скрин, в ближайший месяц будут защищаться работы, которые вот здесь представлены сразу же, как только вы зашли сюда. Если вам нужно посмотреть уже защищенные диссертации, поменяйте здесь вот эти даты, и вам высветятся те работы, которые уже защищены. Наша задача вот здесь установить свою специальность, и обращаю ваше внимание, что уже здесь в сервисе заведены как старые шифры, так и новые шифры, то есть вы попробуйте, если еще, естественно, по новым шифрам защит не было, то по старым-то есть, поэтому посмотрите и как бы составьте себе представление о тех темах, которые сейчас защищаются. Что еще нужно учитывать, когда вы выбираете или формулируете тему, и это актуально в том числе для тех, у кого уже тема есть, сформулирована, вы уже пишете. Во-первых, избегайте широких тем. Это самая частая, наверное, ну, ошибка не ошибка, но такая проблема, с которой сталкиваются как аспиранты, так и докторанты. Почему? Потому что нам кажется, что раз я пишу диссертацию, это должно быть что-то грандиозное, глобальное. На самом деле это не так. Почему? Потому что чем шире вы возьмете тему, особенно готовя кандидатскую диссертацию, тем поверхностнее вы сможете ее раскрыть. Наша же задача, наоборот, провести глубокое исследование, поэтому берем темы достаточно конкретные. Следующий момент. Вот зачем мы делаем мониторинг с вами вот этих работ, да, смотрим чужие работы? Не для того, чтобы мы у них списали, что называется, или подсмотрели, а для того, чтобы понять, что сейчас актуально, что сейчас востребовано, какие сейчас исследования на пике, да, то есть что вот именно внутри вашей специальности. Поэтому мы в этом смысле с вами и в том числе в мониторинге, и вообще при формулировке темы сразу пытаемся найти, нащупать ее актуальность, для того, чтобы вы потом не столкнулись с ситуацией, что кому эта тема нужна. Особенно я обращаю внимание тех, кто работает, например, по таким наукам, как история, философия, да, когда вы берете исторические промежутки, вот несовременные, возникают вопросы, почему вы сейчас решили изучить этот вопрос, что такого откликнулось в вас на эту тему и способствовало тому, что вы именно этот исторический период взяли. Ну и, естественно, когда мы с вами правильно формируем, формулируем тему, вот проходим эти этапы поиска, здесь посмотрим, здесь посмотрим, то при формулировке, вот при определении этой исследовательской темы мы вообще с вами можем уже практически на старте понять, какова будет ее теоретическая и практическая значимость. Опять же, возвращаясь на шаг, если вы практик и взяли саму проблему из практической деятельности, считайте, у вас практическая значимость уже есть. Ну и, конечно, тоже всегда говорю, вот когда будете делать мониторинг чужих диссертационных работ, посмотрите, что является научной новизной вашей специальности, да, как она сформулирована, а что-то вы уже сходу можете по своей, например, тематике, а может вот у меня вот тоже будет модель, или у меня будет методика, или может быть у меня будет алгоритм, то есть вы уже сразу присматриваетесь к этим работам через призму своей будущей работы, что вы могли бы тоже предложить научному сообществу. Кроме того, что еще очень важно учитывать, и это многие вообще не делают до самого конца пути. Почему мы сегодня будем говорить в том числе о диссертационном совете? Когда вы определяетесь с диссертационным советом, вы можете учитывать особенности диссертационного совета. Дело все в том, что у нас не все требования, которые регламентируются в АК, только эти требования предъявляются к вам диссертационными советами. У всех диссертационных советов есть какие-то свои хотелки, если хотите, да, какие-то требования, какое-то представление о том, какая должна быть тема, какая должна быть работа и так далее. Поэтому даже когда вы будете думать о формулировке темы, как конкретно ее сформулировать, желательно посмотреть те работы, которые защищены в этом диссертационном совете, именно для того, чтобы понять вот эти особенности. И вы увидите, если формулировки прям вообще однотипные, вот прям похожи друг на друга, значит этот диссертационный совет рекомендует такие формулировки. Ну не может быть, особенно если люди с разных концов страны приехали и прям вот так вот сформулировали, либо они тоже ориентируются на диссертационный совет и уже приближают к нему свои требования, либо это вот рекомендации самого диссертационного совета. Что касается замысла, то есть когда вот вы сориентировались с паспортом, с областью научного исследования, мы начинаем задумывать, замысливать свое научное исследование. То есть у вас должна родиться идея, когда вы изучаете паспорт, когда вы изучаете другие работы, вы начинаете себе задавать вопрос, а что может быть у меня, а о чем конкретно у меня может быть диссертация, а что именно я хочу изучить, на что я способен, что я могу, какие методы применить и какие результаты получить. И когда вы задаете себе такой набор вопросов, то у вас возникает идея, я буду изучать вот это, я буду рассматривать вот это, то есть у вас возникают некие как бы частички будущей темы, которые превращаются постепенно в некоторые этапы. То есть вы понимаете, что мое научное исследование будет состоять вот в этом, элементы этого научного исследования будут вот такие-то. Например, в некоторых специальностях есть очень конкретные требования к элементному составу, например, диссертации. Например, в педагогических науках у вас обязательно должен быть педагогический эксперимент. Если это, например, медицина, то у вас тем более должны быть конкретные прикладные исследования, которые связаны с проверкой ваших рекомендаций на ваших пациентах. То есть вот есть специфика, которую вы, элементная, да, которую вы учитываете. И поэтому, естественно, задумывая диссертацию, мы тоже с вами смотрим на те диссертации, которые уже были представлены, для того, чтобы понять, а какова структура вот этой будущей моей темы, будущей моей диссертации, для того, чтобы более четко понимать, где вам больше удастся проявить яркости в этой работе. Например, если вы практик, у вас может быть очень сильная последняя завершающая часть, которая как раз с практикой связана. Да, может быть, теория, кто-то чувствует слабость в области теории, ничего страшного. Этот момент, эта часть у вас будет чуть попроще, вторая часть у вас будет более мощная. Точно так же, как теоретики, которые не сталкивались на практике, они боятся практической части. Значит, сориентируйтесь, сделайте более мощный первый структурный элемент, да, теоретическую часть работы, а практическую продумайте, как ее сделать так, чтобы она тоже выигрышно смотрелась, чтобы она не проседала по сравнению с вашей теоретической частью. То есть, когда вы замысливаете диссертацию, это некий проект вашей будущей диссертации. Кстати говоря, кто умеет строить мейн-карты, пожалуйста, вы можете этим инструментом воспользоваться, он вам тоже очень здесь может помочь. Что касается, когда мы с вами определились с темой, мы можем определяться, собственно говоря, где и как я собираюсь проходить этот путь. В зависимости от того, хочу я кандидатскую диссертацию или докторскую защищать, понятно, что передо мной будет выбор идти в аспирантуру или самостоятельно писать, идти в докторантуру или самостоятельно писать. Друзья, будьте добры, в чате дайте мне знать, кто у нас присутствует. Аспиранты, докторанты, это просто те, кто пишут ту или иную работу, да, будьте добры, напишите в чате или просто кандидатская, докторская, или аспирант, докторант, да, бывший докторант, отлично, бывший, потому что защитился Алексей или бросил. Аспирант, 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 еще, 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 друзья, включаемся, включаемся, докторская, аспирант, аспирант, докторант, отлично, еще, еще, соискатель, В какой степени Ольга-соискатель бросил? Алексей, надо продолжить. Рекомендую вам и поддерживаю это желание. Сын рядом, кандидатская, прекрасно. Особенно, когда вот это какая-то совместная деятельность, это вообще отлично, философских наук, кандидатская. Собираюсь только приступить. Замечательно. Друзья, благодарю вас. Смотрите, почему спрашиваю, потому что сейчас каждый, я и про аспирантов, и про докторантов скажу, и вы сами для себя увидите, на что вам ориентироваться, потому что здесь есть небольшое различие, и его нужно учитывать. Давайте начнем с аспиранта. Почему я в шапке слайда взяла термин аспирант в кавычки? Потому что здесь имеется в виду не статус аспиранта официальный, а это человек, который, я так назвала, человек, который пишет кандидатскую диссертацию для простоты, чтобы не перегружать название слайда. Так вот, если вы соискатель ученой степени, кандидат и наук, как вы правильно называетесь, то у вас есть три варианта, три варианта, и больше никаких других, друзья, у вас вариантов нет. Все, что я вам говорю, я вам говорю, опираясь на нормативные документы, это не я придумала, да, это регламенты, которые установил ВАК. Поэтому первый вариант, который у вас есть, это готовить работу в аспирантуре, то есть вы поступаете в аспирантуру, сдаете кандидатские, сдаете вступительные, прошу прощения, экзамены, зачисляетесь в аспирантуру, у вас есть аспирантский план и так далее, то есть у вас есть лекции, занятия какие-то, вы сдаете там отчетности и так далее, то есть у вас как будто бы обучение, и вы в этой аспирантуре продвигаетесь по этому пути. Это первый вариант. Второй вариант, у вас есть выбор. Второй вариант, вы можете без всякой аспирантуры, да, без освоения программы, видите, я вам главные выделила документы, это прямо выдержки из положения. Без освоения программы аспирантуры, но с прикреплением к той организации, к организации для подготовки к диссертации. То есть это такая организация, к которой вы прикреплены, вы не сдаете никаких вступительных экзаменов, ничего, это совершенно другая процедура. Прикрепиться к организации можно, в принципе, и не на начальном этапе пути, вы можете попытаться пописать диссертацию, посмотреть, ваше это не ваше, получается, не получается, и потом прикрепиться к организации. Она сторонняя для вас, обратите внимание. И третий путь, это тоже без освоения программы аспирантура, но в организации, где вы работаете, то есть там, где по вашему основному рабочему месту вы тоже можете писать свою кандидатскую диссертацию. Здесь вы тоже не сдаете никаких вступительных экзаменов, это в стародавние времена формат, знаете, был такой формат соискатель, был аспирант и был соискатель. Аспирантура была 3 года, а соискательству было 5 лет. Это в бытность еще, когда я кандидатскую защищала. Поэтому сейчас это не называется соискателем, но это тоже статус без аспирантуры, без статуса аспиранта. Если вы докторант, то есть вы вообще соискатель ученой степени, доктора наук, сразу экономических оговариваюсь, оговорка по Фрейду, да. Значит, что здесь? Внимательно прочитайте на слайде четкую, это точная формулировка из положения. Других вариантов не предоставлено положение. То есть, ну здесь есть ключевой момент, посмотрите, диссертация может быть подготовлена в докторантуре, не должна быть, а может быть подготовлена в докторантуре. То есть, ну никаких других вариантов, как, например, для соискателя ученой степени кандидата наук не прописано отдельно. Поэтому здесь вы четко должны понимать, что в любом случае вы будете иметь официальный статус, то есть это не в ситуации, когда просто захотел сам самостоятельно прошел этот путь и вообще без всяких прикреплений. Вы тоже будете прикрепляться к организации. И здесь, обращаю ваше внимание, последняя фраза подчеркнута, что докторантура может функционировать только в тех организациях, где есть диссертационные советы. Вот сейчас в положении формулировка именно такая, именно такая. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны, выбирая, куда конкретно вам идти, выбирая свой путь. И если мы говорим про выбор соискателя ученой степени доктора наук, и если вы направляетесь в докторантуру, то заранее вы должны представлять, при каких обстоятельствах вас могут направить в докторантуру. Направляет вас в ваш работодатель этот скрин из положения о докторантуре. Соответственно, вы должны обладать одновременно вот этими характеристиками, то есть у вас должна быть защищенная предыдущая ученая степень. Обращаю ваше внимание, стаж, трудовой стаж, но нас больше интересует педагогической и научной работы, поскольку здесь больше требования. Уже есть определенные научные достижения, и, соответственно, вы пойдете с планом подготовки диссертации. То есть вот то, о чем мы говорили, тему, то уж вы точно выбираете, и более того, идете с планом. Поэтому вот здесь, когда мы с вами делаем выбор, как мне этот выбор сделать, как мне этот путь пройти, какой вариант лучше, какой вариант хуже, я вам могу сказать одно, независимо от того, пойдете вы его в аспирантуре, в докторантуре или пойдете вы его до какой-то степени самостоятельно, а потом будете прикрепляться, очень важно понять сам этот путь, как его пройти, где там есть какие-то сложности, проблемы и так далее. Также масса нюансов, во всем нюансы, на каждом шагу, особенно сейчас, когда у нас меняются вот эти ограничения, очень много перемен, очень много требований меняется, и сама структура образовательная, внутри аспирантская меняется, потому что аспирантура, в аспирантуре тоже много изменений сейчас происходит. Ну и, естественно, требования к аспирантам-декторантам, тем, кто готовит диссертации, тоже меняются, и постоянно нужно находиться, что называется, вот в этом информационном поле. Поэтому, если вы сейчас находитесь в ситуации выбора, определения своего пути, то я, безусловно, хочу вас пригласить на свой курс, который называется «Технология подготовки успешной диссертации». Этот курс проходит уже не первый раз, уже, наверное, раз, ну, если не десятый, то восьмой, это точно. Мне кажется, что мы уже года четыре его проводим. Вот этот курс совершенно переформатирован мной, поскольку сейчас мы находимся в состоянии вот этих вот изменений. То есть я его давно хотела изменить, но из-за того, что все время мы ждали вот этих вот изменений, я понимала, что нужно его обновлять будет вот в этот момент. Сейчас он будет содержать все абсолютно тонкости и нюансы, которые происходят прямо сейчас, внедряются прямо сейчас, и мы здесь с вами как раз этот путь полностью весь рассмотрим. Буквально в двух словах. Диссертация, что это, какие требования для докторанта, для аспиранта, из чего, из каких этапов состоит ваш путь, на каких этапах, какие нюансы, какие сложности, особенности, длительность этих этапов и так далее – это тема 2. Про планирование. Мы с вами касались этой темы, когда говорили о мотивации, и вы подчеркивали, что да, действительно, с планированием очень сложно обстоят дела у многих. Мы эту тему прям будем отдельно рассматривать, потому что если вы даже все прекрасно разбираетесь с теми, но не можете спланировать свой путь правильно, да, не просто по времени, его не просто по времени планировать, то есть это вот сразу, да, это не тайм-менеджмент, это совсем другое, это именно связано с планированием работы над диссертационной вашей работой. Тема 4. Сегодня я только набросала, да, как вы выбираете тему, и что все начинается с идеи. Мы будем говорить о том, как эту идею развить, как сразу же увидеть там новизну, практическую, теоретическую значимость. Вот то, о чем я сегодня говорила в контексте, что вам надо сделать, на курсе мы будем говорить о том, как это сделать. Безусловно, огромная, очень значимая тема по поводу работы с литературными источниками, как с ними правильно работать для того, чтобы вам было проще в дальнейшем использовать эту литературу для текста, для исследований и так далее. Сейчас огромные требования предъявляются к публикациям, особенно тем, кто пишет докторскую диссертацию, поэтому разбираться с тем, как опубликовать работу, где там вот эти вот сложности, подводные камни, что нужно обязательно учитывать, поговорим обязательно. Целая тема будет посвящена тому, как работать с текстом диссертации, какие есть технологии, приемы, фишечки, лайфхаки, упрощающие вашу деятельность, но не снижающие качество вашего текста. Безусловно, поговорим об автореферате, который не существует без диссертации, это отдельный документ, который надо представлять, зачем он пишется, и только тогда вы сможете написать его качественно. Ну и, безусловно, то, что всегда остается за кадром, вам кто-то рассказывает, как писать диссертацию, книжку можно какую-нибудь по этому поводу почитать, а вот процесс подготовки к самой защите и сама защита, они вам становятся известны только тогда, когда вы через них проходите. Так вот, для того, чтобы вы понимали, как, что, что готовить, что не надо, какие документы вам нужны будут и так далее, то есть все-все-все нюансы здесь будут. Обращаю ваше внимание, что внутри курса это не мой опыт, например, моих защит, да не только мой опыт, потому что я защищалась достаточно давно, но я активно консультирую людей, сопровождаю людей во время их защиты, вот уже третья работа, одна работа уже защищена, две работы размещены уже на сайте. Соответственно, я в курсе всех изменений, которые происходят, причем даже то, что происходит в разных странах, потому что у меня есть люди, которых я сопровождаю, они защищаются вот в других странах. Поэтому смело приходите, даже если вы придете с какой-то вообще невероятной специальностью, мы будем вместе с вами разбираться. Есть тариф с обратной связью, где мы можем контактировать вообще по электронной почте, вот и представьте, что мы с вами можем на протяжении всего курса решать ваши вопросы. Вопросы можно спрашивать, Алексей? Да, конечно, можно, пишите в чат, или если стесняетесь, можете написать мне на почту. Почта указана на каждом слайде. Хорошо, друзья, не хочу вас утомлять. Если вам нужно, вы придете, если нет, то будете этот путь идти самостоятельно. В любом случае уверена, что вы дойдете до яркого результата. Теперь давайте разбираться. А если вот у меня нет научного руководителя, нужен он мне, не нужен он мне, вообще это обязаловка иметь научного руководителя или научного консультанта. То есть если вы пишете кандидатскую диссертацию, у вас научный руководитель. Если вы пишете докторскую диссертацию, у вас научный консультант. Напишите мне, пожалуйста, в чате, кстати, друзья, у кого есть научный руководитель и консультант, а у кого нет, поставьте плюсики-минусики в чат. Так, если у меня есть аспирант, то тему давать. Алексей, я прошу прощения, я не знаю вашего отчества. Смотрите, если у вас есть аспирант, сейчас на сайте ВАК есть даже такой комментарий. Если он вам нужен, напишите мне, напомните мне, что вы задавали вопрос. Я вам просто в письме отвечу, где это посмотреть. По поводу того, как взаимосвязаны работы, например, вашего аспиранта и ваша докторская диссертация. Я вам не рекомендую прямо вот такого пересечения близкого. Могут быть проблемы с вашими публикациями. Вот так кратко, да, спойлер, ответ спойлер. Лучше найдите у него внутри вашей исследовательской темы, у него какую-то специфику и у вас какую-то специфику, чтобы все-таки такого прямого пересечения не было. Друзья, что-то у нас только мало людей отвечает. У всех остальных вообще нет научного руководителя или он есть, и вы стесняетесь включиться. Пишите, пишите, пожалуйста. Итак, что касается научного руководителя. Независимо от того, хотите вы или не хотите, научный руководитель вам потребуется. Есть такая прекрасная фраза, которую я вынесла на слайд, мне она очень нравится, она действительно реальная. Почему? Кандидатские диссертации пишут доктора, докторские кандидаты. Почему? Потому что когда вы будете, дорастете до докторской диссертации, вы будете в статусе кандидата, вы ее и будете писать. Вам уже по большому счету будет большая часть этой деятельности. А вот когда вы будете писать кандидатскую диссертацию, то ваш научный руководитель, доктор, будет очень сильно вам как-то содействовать в этом. И поэтому в этой шутке, да, есть доля шутки, остальное все правда. Так вот, где же взять этого научного руководителя, и вообще зачем он мне нужен, и нужен ли в принципе. Если вы будете учиться в аспирантуре или в докторантуре, вам назначат научного руководителя, здесь вопрос вообще не обсуждается. Значит, и второй момент, это ваш опыт исследовательской деятельности. Если вы чувствуете, что вы, не знаю, недавно прошли путь по защите кандидатской, и сразу же начинаете писать докторскую диссертацию, вы вообще еще в теме и тех изменений, и всего-всего того, что есть, как бы проблем не возникает, вы можете какое-то время без научного руководителя обойтись. Если вы аспирант, вы в принципе тоже можете какое-то время без научного руководителя обойтись, если вы чувствуете свою уверенность. Если вы уверенности не чувствуете, надо экспериментировать, потому что многие говорят, я попробую, а там будет видно. Друзья, так вы будете пробовать, и может быть вы будете делать совершенно не то, что нужно, и потратите время. Поэтому, скорее всего, имеет смысл понять для себя, насколько я готов, насколько у меня получается. И еще два момента, которые влияют на ответ, нужен для меня научный руководитель или нет, это неопределенность вашего статуса, вот что имеется в виду. Некоторые, поступая в ту же самую аспирантуру, например, или в декторантуру, вообще не собираются защищаться. Я вам в прошлый раз приводила статистику по поводу того, насколько низкий процент у нас защищенных диссертаций. Это связано не только с тем, что люди не доходят, потому что они вот хотели, но не дошли, а потому что некоторые и не хотели, в принципе. Поэтому, ну, то есть кто-то, например, аспирантуру раньше заканчивал ради диплома об окончании аспирантуры. То есть совсем давно дипломов не было, в какой-то момент времени дипломы были по окончанию аспирантуры. То есть сейчас, обращаю ваше внимание, опять дипломов не будет для тех, кто вновь поступает, для новых потоков. Ну и, естественно, очень важен этап вашего пути. Если вы еще только в начале, в середине где-то пути, вы еще можете этот вопрос для себя ставить? То есть если вы уже на финише, у вас уже работают публикации, все-все-все написано, вам нужен научный руководитель обязательно, потому что вы некоторые этапы дальнейшие просто без него не сможете пройти. Соответственно, как мне найти научного руководителя, если у меня его нет? Использовать некие критерии отбора, опять же, беру в кавычки, потому что это такие больше советы, да, это же не вещь, которую мы отбираем, это человек. Ну и, безусловно, делайте осознанный выбор относительно того, как будет лучше, да, как будет лучше. И что здесь мы с вами должны учитывать, если говорить о критериях? Во-первых, неплохо бы посмотреть, сколько у человека, защищенных под его руководством или при его рекомендательной поддержке, да, диссертаций и каков результат. То есть утверждены эти диссертации или нет? Я знаю нескольких своих коллег, прям людей, с которыми я реально работала, которые защищали, в частности, докторские диссертации, они были не утверждены потом. То есть как бы научный консультант одного и другого коллеги мог бы сказать, что у него есть докторант, и докторант физически был, и защита была, и работа писалась, но результат-то отрицательный. Поэтому вы внимательно вот на этот параметр внимательно посмотрите. Второй очень такой важный критерий, например, в организации, где вы будете выбирать, вы можете поспрашивать, да, точно так же, как студенты о нас спрашивают, о преподавателях, которые работают на более старших курсах, так и вы можете спросить, а ведет ли этот человек к защите. То есть есть научные руководители, которые ведут себя очень формально. Его назначили, или вы его выбрали, или как угодно, он как бы числится вашим научным руководителем, но, собственно говоря, какого-то сопровождения не осуществляет. Такое бывает, да, это реальность. Моя задача вам рассказывать о том, как есть, а не о том, как должно быть в реальном мире. Вот, и поэтому, да, такое бывает. И если вы понимаете, что этот человек относится к категории, которая не будет вас вести, вы будете работать полностью самостоятельно, то смотрите на остальные параметры. Если для вас там есть какие-то плюсы от такого взаимодействия, ну, может быть, надо выбрать такого человека. Если нет, то, конечно, выбираем другого. Следующий параметр – это положение научного руководителя. Что здесь, смысл вот этого критерия очень простой. Есть ученые, которые, они вроде бы обладают и ученой степенью, у них там параметры все там, я не знаю, индекс Хирша высокий и так далее и тому подобное. Но вот они не сошлись в научном сообществе, не приняты этим научным сообществом. Или это человек, который член диссертационного совета, но он такой, как это говорит, я против, да, все время. То есть человек, который напрягает. Вот с таким человеком, с таким научным руководителем вам будет сложно взаимодействовать. Может быть, вам, как с человеком, с ним будет прекрасно, но потом, когда вы будете дальше двигаться после подготовки диссертации к ее защите, могут возникнуть определенные сложности. Они будут направлены не на вас, как на личность, да, просто вот через восприятие вашего научного руководителя. Поэтому какую-то такую фигуру неоднозначную лучше, конечно, не выбирать. Очень здорово, если у вас будут совпадать с научным руководителем некие взгляды на решение вашей проблемы на исследовательскую тему, естественно, если он будет профессионалом в вашей теме, потому что он вам сможет посоветовать и литературу какую прочитать, и куда он сможет реально помочь вам найти вот это направление исследования в вашей работе, где вам, собственно говоря, искать эту новизну и как это сделать. Поэтому вот эти критерии, они, что называется, основные. Если мы говорим о дополнительных, куда имеет смысл тоже посмотреть, когда вы выбираете человека. Но если вы знакомы, то вам, безусловно, проще. Если вы знакомы, и вам человек приятен в общении, но он просто легкий в общении. Это очень хорошо. Почему это важно? Потому что, например, у меня, я уже неоднократно об этом рассказывала, у меня на моем пути защиты кандидатской институтации было три научных руководителя. Это не потому, что я такая там нехорошая или конфликтная, или еще что-то. Просто так случилось объективно. Просто обстоятельства жизненные так сложились. Но при этом, безусловно, были люди, с которыми проще, комфортнее было общаться, и были люди, с которыми достаточно сложно общаться. Поэтому, если у вас есть выбор, у меня не было выбора, так случилось просто. Если у вас есть выбор, то, конечно, это обстоятельства учитывайте, потому что это контакт не на месяц, не на день, да, это контакт на несколько лет. Безусловно, некоторые выбирают научного руководителя, чем пафоснее, тем лучше. То есть, чем более заслуженный человек, чем он там председатель диссертационного совета, во всех там академиях члены и так далее и тому подобное. Это все, конечно, здорово, приятно и классно, но для вас, как для человека, который первый раз идет свой путь, это не так важно. Вам важно, чтобы человек был доступен вам, чтобы он контактировал с вами. А очень часто люди, которые имеют очень высокий статус, вы сами же будете стесняться с этим научным руководителем контактировать. Поэтому, конечно, лучше не звезда, чем звезда. Ну и, безусловно, два параметра. Лучший доктор наук, чем кандидат. Не потому что я против кандидатов, а потому что просто, если человек имеет статус доктора наук, он хотя бы дважды проходил этот путь, и, соответственно, у него просто больше представлений об этом пути. Ну и если это член диссертационного совета, вам просто будет проще искать диссертационный совет, поскольку вообще этот вопрос для вас не будет актуален. Где искать? Да, ну, много где можно искать. Если вы придете на курсы, у вас нет научного руководителя, я вам просто помогу найти человека, который будет вас сопровождать в дальнейшем. Технологию покажу, опять же. Да, это не в смысле, что у меня так много по всем специальности контактов, хотя они, конечно, тоже есть. Это может быть ваш коллега по кафедре или по вашему заведению, по вашей организации, где вы работаете. Это может быть ваш соавтор. Вы можете поискать следователей в вашей теме и попроситься, что называется, да, они могли бы вы стать моим научным руководителем. Можно другим способом пойти. Можно сначала найти диссертационный совет, в который вы хотели бы поехать, а внутри этого диссертационного совета искать члена диссертационного совета, к которому обратиться с этой просьбой. Кроме того, это может быть либо человек, когда мы говорим, вы его знаете, да, из перечня ваших каких-то академических контактов, где-то вы встречались на каких-то научных мероприятиях, форумах, конференциях и так далее. Либо это человек, которого рекомендовал для вас человек, который авторитетный. Может быть, ваш коллега, может быть, человек, который прошел этот путь уже, да, и он вам говорит, что, слушай, вот лучше не этого, а вот этого выбирайте. Поэтому здесь, в принципе, поле для выбора большое. Я иногда встречаюсь с такой ситуацией, когда особенно аспиранты беспокоятся, что я хочу написать, но научного руководителя мне как найти. На самом деле найти несложно, поэтому пробуйте, обязательно получится. Ну и, собственно говоря, и для чего же мне научный руководитель? Не всегда мы правильно понимаем, кто такой научный руководитель и зачем он нам. Научный руководитель вам нужен для того, чтобы вас консультировать и направлять. Не каждый научный руководитель будет отвечать на любые ваши вопросы. Некоторые научные руководители считают, что если вы уже пришли писать диссертацию, то вы уже достаточно подготовленный следователь, и, значит, вы понимаете, и некоторые научные руководители будут разговаривать с вами в формате, что вам делать. Давай, иди, пиши публикации, составь, пожалуйста, план, принеси текст такого-то параграфа и так далее. То есть вам будут говорить, что делать, а некоторые научные руководители будут конкретизировать, как это делать. Что называется повезет, не повезет, это зависит от того, кого назначили или кого вы выбрали. Что значит координировать или управлять вашей деятельностью? Научный руководитель вам подскажет, что приоритетно, что менее значимо на этом этапе пути, с чего начать, чем вы будете завершать, когда что нужно делать. То есть вот он такой еще управление, такой менеджер в вашей команде, такой босс. Ну и, конечно, он будет помогать и защищать вас в каком смысле? Вот пока вы будете писать диссертацию, защищать особо вас нет кого, а как только вы перейдете на путь уже в защите диссертации, там возникнут такие виды деятельности, когда вы не будете не то что способны, то есть статус ваш не позволит вам решать определенные вопросы. Ну, например, контактирование с официальными оппонентами. Сначала это будет делать научный руководитель, потом он вам, может быть, передаст координаты, и вы будете дальше взаимодействовать. Может, вообще вы не будете взаимодействовать, а будете только через него. Определение там ведущей организации, взаимодействие с председателем диссертационного совета и так далее. То есть некоторые вещи вы не будете уполномочены делать, и поэтому он будет представлять ваши интересы. Ну и вот здесь большая путаница происходит с термином «помогать». Некоторые считают, что научный руководитель, вот прямо он будет писать вместе с вами, литературу вам советовать и так далее. Это если повезет, то будет советовать литературу, если не повезет, то нет, писать точно не будет, вы будете писать самостоятельно. И здесь важно, чтобы не разочаровываться, заранее понимать, что подготовка диссертации – это наша ответственность. Если вы для себя решили ее защитить, то вы взяли на себя эту ответственность. И, естественно, всевозможные сроки, мотивирование и так далее и тому подобное – это ваша деятельность. Ну и опять же, от многих слышу, раз достаточно активно консультирую, когда аспиранты в основном говорят о том, что вот мне назначили научного руководителя, а он со мной не контактирует. А я задаю вопрос, а вы с ним контактируете? Ну вот я ему там два месяца назад там что-то когда-то написала, спросила и так далее. Друзья, контактировать с научным руководителем будете вы, то есть инициатором этого общения. Особенно если у вашего научного руководителя несколько аспирантов-докторантов. Опять же, ну это не потому, что он такой вот пафосный там, да, звезда или еще что-то, а именно потому что, ну, вы отвечаете за свой путь, поэтому вы инициируете встречи какие-то, когда вам нужно задать вопрос и так далее и тому подобное. Ну и естественно, это абсолютно однозначно. Когда мы пишем диссертацию, для нас наша диссертация является, ну, чуть ли не ребенком, да, нашим творением, это вот нечто значимое для нас. И нам кажется, что вот я сбросил там главу, например, или там, я не знаю, половина диссертации, научный руководитель уже день прошел, два прошел, три прошел, он вообще не читает. Но на самом деле это не значит, что он игнорирует, это значит, что у человека, кроме вашей диссертации, есть еще куча всевозможных дел, планов и так далее и тому подобное, не обязательно личных, но и профессиональных. Поэтому взаимное уважение между научным руководителем и вами должно быть, и ваша задача направлять на проверку или задавать какие-то вопросы научному руководителю, понимая, что ответ не поступит срочно, это нормальное явление, поэтому сами выбирайте то время, которое нужно предусмотреть для вот этой вот такой паузы технической. Ну и что касается диссертационного совета, диссертационного совета, зачем, почему и как его выбирать, давайте посмотрим. Во-первых, когда мы задаемся вопросом, а кто вообще должен искать диссертационный совет, особенно когда слово должен, то здесь сложно ответить на этот вопрос. А вот кто будет это делать? Ответов тут несколько. Во-первых, научный руководитель может вам порекомендовать какой-то диссертационный совет, поскольку он с этим диссертационным советом сотрудничает, или он сам является членом этого диссертационного совета, ну и тогда как бы здесь все проще. Если же не такой вариант, то диссертационный совет вообще может быть тоже без выбора для вас, он может быть определен тем местом, где вы собираетесь готовить диссертацию. Например, если вы поступили в аспирантуру в своей организации, где вы работаете, и при ней же есть диссертационные советы, то понятно, что диссертационные советы заинтересованы в том, чтобы защиты были у них, их диссертационным советам нужно отчитываться об их деятельности, показывать, что они работают, что к ним диссертации подаются, защищаются, все проходит успешно. Поэтому здесь вообще может быть без выбора, хотя в некоторых образовательных организациях есть по несколько диссертационных советов по одной специальности. Такое тоже бывает, значит, у вас еще и внутри организации есть выбор. Ну и, в принципе, вы самостоятельно можете поискать себе диссертационный совет для защиты, здесь никаких проблем нет. Когда искать диссертационный совет? Многие говорят, что сначала, что искать диссертационный совет, сначала напиши диссертацию. Это первый подход. И второй подход, когда говорят, что нет, диссертационный совет надо найти как можно раньше, потому что работу нужно, прям фраза есть такая, затачивать под диссертационный совет. Если бы вы у меня спросили, как, я рекомендую, я рекомендую второй способ, то есть искать как можно раньше диссертационный совет, потому что действительно много нюансов. Какие здесь нюансы у диссертационных советов есть? Требования, пожелания на слайде указаны в кавычках, потому что если вы выбираете совет, который подотчетен ВАГ, то есть стандартный совет диссертационный, то, конечно же, никаких требований там написано не будет. Вот если самостоятельные советы, то там, да, будут конкретные требования, вы их можете посмотреть. Но при этом, когда вы будете проводить мониторинг работ, вот обратите внимание, что, например, в этом совете огромные работы, а в другом совете поменьше работы. Вот в этом совете три главы, а в этом совете пять глав. Одного уровня диссертации берем. Какова структура? В некоторых советах размельченные главы, в некоторых советах нет. То есть, опять же, какое количество публикаций этот диссертационный совет устраивает? В некоторые советы вы зайдете и увидите, что там у защищающихся очень много публикаций. Нет вообще защитившихся, у кого там на грани публикаций. Все, значит, это для вас сигнал, что вам тоже нужно иметь достаточно большой запас. Как мы с вами ищем диссертационный совет? На первом этапе мы с вами определяем тип диссертационного совета. У нас с вами сейчас в России действуют два типа диссертационных совета. Первый тип – это те советы, которые под отчетный ВАГ, они находятся на сайте ВАГ. Второй тип – это диссертационные советы, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени. Соответственно, это закрытый перечень диссертационных советов, организаций, правильно скажем, которым дана такая возможность, такое право. Этот перечень известен, вы можете посмотреть. И если вы выбираете диссертационный совет при этой организации, то вы, конечно, на сайте этой организации будете смотреть информацию об этом диссовете. На втором шаге мы определяем те советы, которые соответствуют вашему шифру и вашей области наук. Как это сделать? Это сделать очень просто. Заходим на сайт ВАГ. Это главная страница сайта ВАГ. И там на вкладочках есть вкладка «Диссертационные советы». Вы на нее мышкой наводите, там открывается дополнительное меню, и вы выбираете действующие диссертационные советы. Попадаете вот на такой экран, и здесь, если вам шифр совета известен, и вы хотите понять, а он сейчас работает или не работает, то вы вот в ячеечку шифр совета можете вставить. Это совет, в котором я защищала докторскую диссертацию. Я проверяю, да, этот совет работает, все с ним прекрасно. Если я не знаю никаких шифров, я хочу подобрать перечень некоторых советов и посмотреть вообще, где они есть, какие они и так далее и тому подобное. Что я делаю? Вот эти две вкладочки, которые есть в специальности области отрасли наук, я для себя выбираю. Ну, например, я на своем примере, у меня защита по специальности 08.005. Вводим пока старую специальность, потому что здесь по новым специальностям у вас, может быть, пока что-то не все отразится. И что мы с вами видим? Обращаем внимание вот сюда сейчас внимательно, что по этой специальности, ну, раньше такая специальность была очень широкая. Например, если я защищать собираюсь по региональной экономике, то я вот в этот совет приехать не могу, несмотря на то, что он по этой специальности, но мне расшифровка есть. Здесь можно защититься только по экономике труда. Если я хочу по региональной, я могу ехать только туда, где написано в скобках региональная экономика. Например, сюда я тоже не могу поехать, здесь нет в скобках региональной экономики. Это понятно, это важнейший нюанс. Дайте мне знать огоньками, пожалуйста. Отлично. Теперь еще один важнейший нюанс. Смотрите, всегда выбирайте и то, и другое, и отрасль наук и специальность. Вот если я беру другую специальность, смотрите, здесь какая может сложность возникнуть. Вы можете просто подумать, что у вас советов много, а их на самом деле меньше. Вот вам советы по этой специальности, но здесь разные науки. Здесь я буду кандидат к культурологии, например, да, а здесь я буду кандидат исторических или философских наук. То есть если я собираюсь защищаться по культурологии, я еду сюда. Если я защищаюсь по истории и философии, я еду сюда, этот совет мне не подходит. Вот этот момент мы с вами учитываем. Что мы еще учитываем? Естественно, мы проводим некий географический отбор, если я живу на Урале. Я же не поеду защищаться на Дальний Восток, для меня это очень далеко. Поэтому просматривайте, вот у вас отберется список диссертационных советов, посмотрите те, которые рядом с вами. Ну и, естественно, когда вы отберете 2-3 совета, зайдите на сайт совета и посмотрите, как он работает. Много ли там защит, какие-то есть особенности, какие типы диссертации в основном защищаются. Например, вам на докторскую, а вы посмотрите, что там 100 лет в этом совете докторские не защищались. Значит, вам тут нужно подумать. Ну и, естественно, когда вы вот этот перечень на 2-3 совета сделали, может, на 5, я не знаю, сколько вы себе в список возьмете, обязательно обсуждаем эти результаты с вашим научным руководителем и принимаем совместное решение, взвешенное, да, все за и против, которые вам позволят это решение принять. Ну и пятый шаг, без которого сложно, без которого непонятно, это понимание пути соискателя. Как я иду и где я иду. Друзья, я достаточно быстро стараюсь говорить, потому что Татьяна попросила нас сегодня не задерживаться. У меня максимум 3-5 минут, поэтому если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, сейчас в чат, а я буду продолжать. Итак, значит, что касается пути, что нам предстоит. Нам предстоит делать совершенно разные виды деятельности. Делать вы их будете когда-то одновременно, когда-то последовательно. Но вы должны четко понимать, что все эти виды деятельности обязательны. Вы не сможете хоть без одного из них пройти этот путь. Это, безусловно, работа с литературой, это проведение вашего исследования. Почему ставлю звездочку? Потому что здесь очень большие будут нюансы. То ли вы по техническим наукам, например, то ли по педагогическим, то ли у вас архитектура, например, то ли у вас экономика. Будут очень разные способы проведения исследования. Поэтому здесь очень важно понимать, а как у вас это будет происходить. Подготовка и что для этого нужно. Может, какое-то оборудование нужно, может быть, еще что-то. Подготовка публикации. Безусловно, это важнейший вид. Без публикации вас просто не возьмет никакой диссертационный совет. Работа с текстом диссертации. Это тоже основная деятельность. Автореферат, конечно, тоже обязательный документ. И его надо понимать, как его составить. Часто слышу, что отжал диссертацию, автореферат готов. Мне все время смешно это слышать, когда я вспоминаю, что диссертация докторская, например, это 400 страниц, а автореферат это 40 страниц. Вот как так надо отжать? Не знаю, я так не умею. То есть надо писать, конечно, его. Куча документов, которые вы будете готовить, или о которых вам нужно знать. Ну и, конечно, коммуникации, различные общения в рамках ваших докладов, выступлений или в рамках вашего пути. Куча людей, с которыми вам нужно будет выстраивать отношения, вы не избежите этого. И эту деятельность нужно тоже вести. Более того, смотрите, даже вот про научного руководителя мы говорили, что научного руководителя можно из своих академических контактов выбирать. Так сначала эти контакты нужно создать. Поэтому здесь очень важно, что вот это все у вас будет совмещаться. Ну и когда мы знаем, что нам делать, у нас возникает все время вопрос, а что у меня главное, а что второстепенное, с чего мне начать, вот я сейчас в начале пути, с чего мне начать, а что можно отложить. И вот тут возникают вот эти вот весы. То ли мне сначала литературу прочитать, потом план, например, диссертации составить, то ли сначала план нужно составлять, а потом литературу читать. Кстати, план вас заставляет, видите, декторанту, например, надо сразу план предъявить. Аспиранту, кстати, если вы в аспирантуру поступаете, тоже. Это не совсем логичная затея. На курсе объясняю, почему и как сделать более правильно. Такой спойлер. Подайте формально план, потом сделаете нормальный. Расскажу, как его сделать. Ну и диссертация, публикация, это вообще вопрос вопросов. Научные руководители, многие говорят, что сначала опубликуешься, потом из этого сделаешь диссертацию. Другие говорят диссертацию, то и публикация. Я за то, что сначала опубликуйтесь, потом или параллельно пишите диссертацию. Публикация оставлять напоследок ни в коем случае нельзя. Публикация или выступление. И то, и другое. Вопрос приоритета, что сначала, что в конце. Я бы рекомендовала сначала все-таки вникнуть в тему, опубликоваться, потом начать выступать. Но выступать нужно обязательно. Ну и, конечно, автореферат, диссертация. Есть подход, когда диссертацию пишут сначала, потом пишут автореферат, что называется, отжимают, да. А есть подход другой, когда пишут сначала автореферат, потом диссертацию. Такой подход тоже работает. Его я рекомендую докторантам. Он сложный, но он дает шикарный результат. Для вас ваша работа будет ярче и лучше. Друзья, ну что, я, наверное, на сегодня сказала все, что хотела. Вопросы вижу, сейчас отвечу. И в очередной раз напоминаю про курс. Потому что до курса мы с вами не встретимся. Курс начинается 9 ноября. Поэтому приходите, если для вас актуально. Буду рада с вами такой длительный промежуток плотно посотрудничать. Ну и, естественно, если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите их, если я сейчас что-то не успею ответить по времени, пишите на электронную почту, которая указана на слайде. Госслужащий по совместительству доцент планирует готовить, как мне лучше поступить. Докторантура отпадает, поскольку я не штатный сотрудник вуза. Сергей, почему докторантура у вас не обязательно отпадает? У вас есть, мы же с вами сказали, что можно без докторантуры как таковой, да, то есть может быть подготовлена к докторантуре. Вы точно так же прикрепитесь для защиты диссертации, проблемы нет. Но сразу вам дам совет, пока не защититесь, не уходите из вуза. Если уйдете, вас ВАГ вызовут практически 100% для того, чтобы послушать вас там и насладиться тем, как вы защищаетесь. Ну вот сейчас, к сожалению, такие времена. Соискатель кандидатской степени прикрепляется к организации, поиском исправить наличие совета не обязательно. Маргарита, не обязательно, три варианта, можно потом выбрать совет. Обязательно ли нужен научный консультант? По идее, нигде такого нет, но он вам все равно нужен для того, чтобы какая-то поддержка была, чтобы вас провести, да, даже там, где в положении есть такая фраза, при наличии научного консультанта, то есть как бы он необязателен для докторанта, но все-таки рекомендую, чтобы он был. Возможно ли защита докторской по другой специальности, чем кандидатская? Да, Лариса, конечно, у меня так, у меня 08001 кандидатская, 08005 докторская, без проблем. Вы даже можете по другой писать отрасли наук, то есть, например, экономические, а там педагогические, там другое что. Вот, друзья, я благодарю вас, что вы были вместе со мной сегодня. Я надеюсь, что для вас была полезна наша встреча. Дайте мне знак в виде огней, если это так, и, соответственно, чтобы уже не задерживать Татьяну и не перегружать наш чат. Я рада, что мы встретились с вами. Всего вам доброго, успешного продвижения по вашему пути. И, конечно, если вы не идете на курс, то я вас в любом случае жду на продолжение наших вебинаров, которые будут уже после Нового года. Вам всего доброго и до свидания. Продолжение следует...